Музыка Полубоги Вели себя не совсем прилично у нас в Вологодском музее И когда им сказали, что действительно по законам Манума Брака мужчины-воина и женщины-рабыни То есть из самой нижней касты Раздается существо по имени Угра Они все очень быстро успокоились Цивилизовались и стали вести себя прилично Санна, я немножко тогда по другому вопрос задам Наверное, ближе к лингвистическому Вот термин Аркаим Вот как его можно интерпретировать с точки зрения лингвистик Ар, вот какие-то... Это какое-то составное слово или это единый термин? Ну, в принципе, там могут быть два составляющих Это только предположение Как арка, которая связана с понятием радуга, свет Вообще, вхождение в теагоническое сакральное пространство И има, то есть первый человек, который, в общем-то, умер на земле И который указал всем остальным идти дорогу на тот свет Может быть и такое Но это только предположение Потому что для того, чтобы уже с полным основанием говорить о чем-то Вполне возможно, потому что Аркаим это все-таки обсерватория Понимаете? Это то, что связано со звездами То, что связано со звездным небом То, что связано с изучением, в общем-то, Вселенной А наши предки были совсем не такими придурками, как их пытаются очень часто изобразить И зачастую приходится сталкиваться даже просто с календарными комплексами В которых заложена очень-очень сложная информация Вполне возможно, что это действительно составное вот такое вот сложное название Которое дошло до наших дней И очень многие названия дошли до наших дней Ну, мы знаем, что тот же самый первый человек Им или Яма там И так далее и тому подобное Что они обитали около горы Монаравасрам Но у нас есть Монарага На Приполярном Урале И рядом с ней течет вообще-то река Ила, Илогида Это все переводится с санскрита Печорый Илогический заповедник Находится в нашленом пункте Который называется Якша Якша на санскрите, значит, весная И так далее и тому подобное Слава Васильевна, я вот, может быть, не совсем хорошо изучал В принципе, источники, связанные с аркаемами, с арийской культурой Но у меня почему-то сложилось мнение Что эта культура не оставила никаких письменных памятников Так ли это? Если они есть, то на что похож этот язык? Письменность вот эта, может быть Вы знаете, наверное, все-таки Коль скоро у нас на русском севере Сохранилось огромное Теперь я с полным основанием могу говорить не просто много А огромное количество В общем-то санскритских терминов И они используются в значительно более широком диапазоне, чем в классическом санскрите То есть, где здесь мама, где здесь дочка, условно говоря То, в общем-то, можно сказать, ну, я думаю, следующее Что естественно письменность была Естественно, это могли быть черты и рез Естественно, использовалась березка Потому что, ну, сами же рингвисты такие, как Топоров и Иванов В деличестве у нас Комес Исааки Тибабель, конечно Но, тем не менее В широкой науке Ну, это вы режете потом Вячеслав Сеалыч Иванов Который, кстати, создал вместе с Гамкрилид Эту теорию переднеазиатской прародины С которой там полуодка Боролся И хорошая книга, действительно Языковир Мне она понравилась И жесткостью своей, и прямотой Это у нас священные коровы, которые трогать обычно не разрешаются Так вот Дело в том, что Если сохранилась до 17 века А в некоторых местностях Индостана до сих пор Традиция использовать березу Как сакральный материал для письма А береза не является породообразующим на территории Индостана И есть только на высотах 2,5-3 тысяч метров То есть надо подняться В горы Те же самые Гималайи Оботративую березу жатмону Или березу полезную Иметь запас берез ты Для того, чтобы записывать Запись о браках на гости Поскольку, поскольку До 17 века, насколько я знаю Вообще считалось, что брак Не будет в высшей карте законным Если запись о нем не сделана на березе Спрашивается Где береза могла оказаться материалом для письма Только там, где береза является породообразующей А это единственная территория Наша с вами родина Где уже больше 100 тысяч лет Вообще существуют березовые леса Станин, от очень много споров Среди ученых Ожесточенных Оказалось бы достаточно В простом вопросе О котором говорили еще в 19 веке Это о сходстве русского языка и с инскритом То есть такие баталии идут Я понимаю, почему они идут Но Получается, исходя из этих баталий То есть Одным начальником Всех вот таких Индийских, Индо-Алиопейских языков В первую очередь был русский язык Вот в какой точке зрения вы придерживаетесь И как это можно все-таки более-менее научно доказать Что именно вот Древний русский Или правотор русский язык Не знаю, как его правильно назвать Дал толчок развитию многих направлений Уже более-менее современных Назовем Ну, скажем так Если Крупнейший лингвист Первый, третий Двадцатого века На Е Говорит о том Что Славянские языки В частности, русский язык Это индо-европейский язык В своем естественном развитии В отличие от будущих германских, романских языков Особенно латыни И того самого греческого И что он Естественно продолжает развитие Этого языка Если крупнейший Санскритолог Индии Дурга Прасад Шастри На конференции в Аллахабаде В 1964 году заявил Что если бы его спросили Какие два языка в мире Наиболее близки друг к другу Это русский И санскрит Если Боже мой Если Один из ведущих Санскритологов Значит Первой Половины Двадцатого века Рахула Санскритьяна Который преподавал В Ленинградском университете Не написал свою книгу От Волги до Ганги Да замолчи, что его нет поразит Пошел вон И наконец Наш же Великий Я считаю лингвист Васо Абаев Который говорил Через тысячелетия Пронесли И индийцы И иранцы Память О своей прародине И о своей священной реке Волге О чем Мы с вами говорим Я Меня как-то спросили Что Во время Одной из конференций У нас онлайн Спросили Что же Русский Вообще не этнос Я ответила И беру Не беру Свои слова обратно Это Прото Этнос То есть Здесь На территории Классической Великой Руси Сохранилось То Население Которое Несло Вот эти Ранние Индоевропейские Традиции Через тысячелетия На сегодняшний день Я с абсолютной Уверенностью Могу сказать Никакого Фино-Угорского Населения На территории Европейского Севера В палеолите Мезолите Неолите Энеолите Эпоху бронзы Не было И быть Не могло Если у нас Нет Там Еще Четкой Дифференциации Расовой На уровне Палеолита То мы знаем На сегодняшний день И об этом Говорят наши Крупнейшие Антропологи Но в частности Вот Один из Ведущих Специалистов Гохман Который пишет О том Что население Европейского Севера В эпоху Мезолита А это Начало Седьмого Тысячелетия До нашей эры Было Классическими Европеоидами Без всяких Признаков Монголоидности Если Ошибкина Это ведущий Специалист По мезолиту Европейского Севера Говорит Что подвижек Никаких В Неолите Из-за Урала Не было И быть Не могло По той простой Причине Что у охотников Собирателей И рыболовов Не образуются Такие Общности Которые могли бы Двигаться Сюда Крайнов По поводу Неолита Говорит Что не было Этих подвижек По той простой Причине Что не было Никаких Объективных Причин Для того Чтобы Огромное Население Из-за Урала Которого там Не было И быть не могло Пришло сюда И уничтожило Население Жившее здесь Из Кани Но когда Мы имеем дело С обрядовой Практикой С ритуалами С песнями Которые уводят Нас на уровень Матриархата И дает Какие-то Чисто Палеонетические Вообще Вещи Ну в частности На печоре Например Запрещалось Чистить зерно Перед посевом Считалось Это грехом Почему Да потому Что если Собирали Бабы И девки Зерно В луговых Златовых степях Которые Занимали Здесь Огромные территории Десятки тысячелетий Во время Валдайского Так называемого Оледенения Да конечно же Естественно Они Не чистили Это Что уже идут Нет Можно Хоть А А Немки Естественно Это и осталось Реликтовые формы Остались В большом количестве И антропология Осталась Поэтому Дискутировать Сейчас Вопрос О том Есть ли Нет ли Какие-то Связи С санскритом Это просто Смешно Простите меня Девятнадцатый век Ну не наши Даже специалисты Я уже не говорю Там про Овсяника Кульковского Про Овсяного Дамиллера И так далее И тому подобное Извините меня Боб Цейс Кун Верлимит Ну что это такое Они что Не совсем Нормальные были Когда утверждали Что наиболее Близкие связи Наиболее Родственные связи Это у славянских Языков В частности У русского Языка И у санскрита Вот у нас Получается Если возьмем Ахабхарату Которая Скорее всего Отражает Некоторые события Которые Происходили Здесь Посмотрим Находки На Севере Каких-то Грандиозных Эмпиротических Разрушенных Как говорят Мне нравится В русском языке Есть такая поговорка Разрушена так Что камни на камне Находим Вот уже В европейской части Тоже какие-то Постройки Что же Произошло В древности Что вот это Не медокультура Но очень Развитая культура Которая Дала толчок Фактически В создании Нескольких наций Нескольных народов Передала знания И вдруг так Бах И в одной части Растворилось Что могло произойти Зачем нужно было Перелицовывать Вот эти карты Что какая-то была Большая война Или пришел Какой-то другой Развившийся народ Который решил Знаете Такой исторический Рейдерский захват Этой территории Подменив историю Подменив культуру Полностью Оболванив население Вот что произошло Вдруг в истории Что вот эта культура Вдруг растворилась Да Вначале Другим культурам Ну скажем так Вопрос достаточно сложный Но не настолько сложный Чтобы на него Нельзя было ответить Дело в том Что Махабхарата Вообще рассказывает О великой битве Между двумя кланами За власть За землю За золото Ну и Пандавы И кауравы И те и другие Они Все возводят себя К одному роду Роду Куру Мы знаем Что По Махабхарате Предками Кауравов Были два брата Кур И Наль Куру и Наль Ну кстати Город Холмогоры Родина Ломоносова Стоит на этих островах Которые называются Кур Остров И Наль Остров Вот Речь идет о северных порах Ну потом они продвигаются Земля на которой они живут Называется Бхарата Как впрочем в Индии сейчас и называется И Война Эта Описана В Махабхарате Таким образом Что когда читаешь Воспоминания Руководителя Испытаний Термоядерного оружия У нас На Семипалатинском полигоне А потом Описание Космического оружия Богов Использованное Арджуной На этом поле То становится Жутковато Потому что Чисто физические Вот параметры Одни и те же Сколыхнулась земля Так Земля поднялась Как волна Небо стало черным Солнце стало не видно Появилось Значит В небо поднялось Второе солнце Повеяли страшные вихри Там Засверкали молнии Ужас схватил Все живые существа И Прости Одними словами В наше время Там 400 по-моему Мегатон И там Если Эта битва Имела Место Быть А мы не знаем Ни происхождения Курской магнитной Намалии Мы Не знаем Вообще Как они пользовались Своими Вирманами Потому что Вирманы Описываются Извините меня Так как Современные Космические корабли Даже более того Там Вступные двигатели Которые наши Исследователи Насколько я знаю Только сейчас пришли Потому что Обыкновенный Вот такой На горючке Он Дальше Солнечной системой Никуда не улетит А там Говорится О Джуне Который Не чувствовал Своего веса Когда он Сел в эту птицу А потом Когда он Полетел в небе Он поднялся Так высоко Что не было Ни солнца Ни луны И только звезды Своим светом Тверкали И такие же Вирманы Как и это Летали Но это Конечно выглядит Фантастично Но многие вещи Которые Кажется нам Фантастическими На самом деле Не так уж Фантастичны У индусов Например Было представление О каште Это одна Трехсотмиллионная Секунда Скажите Зачем она Нужна В обыденной жизни Но если они Создали данный Термин Значит Это нужно Это первое Второе Мегалитические Сооружения Да мы с вами Живем На земле Которая Всегда была Лесной И дом Из дерева Гораздо Комфортнее Чем каменный Ну пока Не нашли Назгородские Псковские Берестяные Грамоты Что говорили Жили здесь Дураки Ничего не умели Ничего не знали Ничего не писали Да Ведь Самое Это интересное Что в Фантастике Есть термин Значит Читам Нечитанное А если Нечитанное Значит Написанное Повторяю В Индии Брак В высшей Касте Считался Незаконным Если запись О нем Не будет Сделана На бересте Мало Того Самый Древний Список От Харба Веды От Элета Заговоров То есть Самая Древняя Из Вед И Наименее Ортодоксальная Потому что Это Народная Веда Она Был Сделан На бережке И Наименее В конце 19 Века Относился Где-то К 16 Веку У нас В поморье Вон Старик Васильев Максимов Говорит Что Любую книжку Отдам А эту Не отдам У него Была Белестяночка То есть На бережке Написано Усталом Там Гусиным Пером И так далее И тому подобное Книга Он Ее Очень Дорожил Вы Понимаете Вот Эта Тенденция Найти Непременно Артефакт Непременно Чтобы Это Был Камень Чтобы Это Было Много Чтобы Это Была Пирамида Вот Это Вот Это Значит Цивилизация А Если Люди Живут Вообще В Нормальном В Нормальной Гармонии Со Своей Природой Если Они До Нашего Времени Считали Что Каждое Срубленное Дерево Возьмет За свою Жизнь Жизнь Человека И Поэтому В дом Входили Сначала Отпускали Кошку Собаку Или Пстуха А потом Шли По старшинству Как должны Уходить Из жизни От Самых Старших К Самым Маленьким Потому Что Все Мы Все Рано Уйдем Но Вот Платить Надо За этот Срок Нам Придется Я Не понимаю У нас В народных Обрядах В традициях В лексике В названиях Сохранилось Столько Архаики Что Дальше Некуда Ну Сейчас На Кольском Полуострове Паша Стают В Хибинах Наверняка Что-нибудь Найдут Потому Что Там Где Горы Там Камень Там Камень Там Естественно Мегалиты Тем более Что Если Учесть Что Так Называемая Карта Меркатора Она Вообще К Меркатору Имеет Малое Отношение По той Простой Причине Что Меркатор Уже Помер К тому Времени Когда Англичане В конце Шестнадцатого Но То Что Эта Карта Имела Место Быть Когда То Раньше Еще Вне Всякого Сомнения Потому Что Там Где Покажен Полюс Извините Это Наш Польский Полуостров Вообще А Ну Полюс Эмигрирует И Во Время Так Назаваемого Микулинского Или Верунского Межледниковья Которая Длилась От Ста Тридцати До Назад Вот Такими Уже Мы Сифрами Оперевываем Там Пардон Кольский Полуостров Был Остров И Повторяю Весь Север Восточную Европу Представлял Северо-Восточный Европейский Охипелаг Санасина Вот Мы Еще Квайна Хаймер Скажем Интересный Факт Озвучили О Как Приехал Режиссер На Как Не Не Допустили Его Глобус Топы Снимать Чуть-чуть Буквально Пару слов Сейчас Прокажем И Перейдем К Питеру Что Это За История Была Может Вспомните Что Он За Фильм Снимал Он Снимал Фильм О Михаиле Васильевиче Ломоносове Ну Поскольку Поскольку У Него Уже К тому Времени Вышел Ломоносовский Трактат По Российской Истории То Он Хотел Снять Просто Подлинник Это Было Очень Сложно У нас В Кунскамере А Когда Он Захотел Снять Сверху Готовский Глобус То Ему Просто Отказали В этом Ничем Не Мотивируя Совершенно Ну Правильно Люди Приходят Забираются В Готовский Глобус Там Есть Скамеечка На которой Можно Посидеть Вращается Этот Самый Звездный Небосвод И Все Замечательно А Что Наверху А наверху Российское Государство Разделено На две Половины До 60 градуса Одним Цветом Окрашено После 60 Другим Там На севере Руссия Альба Дальше Московия А Вообще В чем Причина Вот Получается Андрей Правильно Говорит У нас После 1700 Года До 1700 Года Карта Вообще Нет В чем Проблема Почему Что За событие Прошло Которое Потребовало В принципе Вот Эту Часть Истории Просто Замаскировать Таким То Ну Я Думаю Что В общем То Если Мы Посмотрим Уже Сопубликованную Светскую Дипломатическую Переписку То Обнаружится Странная Вещь Во-первых Термин Василий У нас Василий И так Далее Вот Термин Василий Это В общем-то Ну Царь Газилерс Отсюда Кстати Усилиса Премудрая Или Прекрасная То есть Царица Либо Красоты Либо Мудрости Иван Васильевич Мы Не знаем А женится Либо Действительно Восемь раз Или нет Потому что Грозненская Эпоха Самая Темная И непонятная На сегодняшний день Была ли Вообще Анастасия Романовна Его первой Женой Отравили ли Ее Или это Его двоюродная Сестра Была ли Действительно Его Единственной Супругой Мария Темрюковна И родила На И Мутро Их Сыновей Или Только Одного Все Это Происходило В Петровскую Эпоху Я Спокойно Отношусь К личности Петра Первого И Меня Можно Осуждать Там Говорить Что Опять Жадненько Будет Судить Петра Но Я Просто Помню Его Комсо В Вологодском Можно Прошу Прощения Кому Нет Промольные Вот Очень Много Споров И в Научных Кругах Среди Альтернативщиков Подменили Петра Не Подменили Потому Что Знаете Вот Мне Это В Журналисту Стало Интересно Я Документы Которые Писал Петр До Того Как Он Поехал В Свою Двугодичную Промене Экспедицию И Те Документы Которые Писал После Не Надо Быть Графологом Два Абсолютно Разных Человек Если Молодой Петр Пишет Красивым Каллиграфическим Почерком Приехавший Из-за Границы Петр Ну Вы Знаете Я Думаю Нас Рецепты Медики Вполне Возможно Так вот Как Вы К этой Версии Относитесь Либо Все-таки Ну Не Может Человек Которого Воспитывали Во-первых В определенных Устоях Государства В определенных Традициях За два года Забыть Русскую Речь И русскую Письмо Ну Это Нереально Ну Я С Вами Согласна Даже Более Того Поскольку Поскольку Обще Известно Что Вообще И В Индо Бороде Усан Очень Очень Серьезная Это Символы Власти Символы Мужской Силы И В общем То Считалось Что Обрить Мужчину Это Значит Сделать Его Бесплодным Сделать Его Евнухом Ну По существу Та же Самая Фастрация Поэтому Когда Пошла Вот Эта Вот Мода На Бритое Лицо Ведь Купцы Наши Носили С собой Свои Бороды Они Их Прятали В карман Что Если Вдруг Он Нежный День В Дороге Помрет Чтобы Ему Эту Бороду К лицу Приложили И Русский Человек Вот Так Ломать Через Колено Традиции Вряд Либо Стал У нас Была Нормальная Торговая С Западно Европейскими Странами Через Архангельск У нас Процветающие Были Северные Города Ну Один Великий Устик Чего Стоит Да Та же Самая Тотьма Уж Казалось Бы Не на Море Но Тотьм С кем И Реходы Вон Даже Калифорнию Открыли Так Ведь Ведь Форт Роста Кем Тот же Самый Семен Дежнев Откуда Он С Тотьма И Соли Варенья Было И Мануфактуры Были И Коти Они Делали Свои Буд Здоров Не Кашляй Ходили На Гром Извините Меня На Матку На Новую Землю Ничего Не Боялись Что Нового Привнесено Было Снятые Колокола Которые Защищали Вообще От Эпидемий Эти Населенные Пункты Потому Что Колокольный Звон Он Действительно Уничтожает Вирусы Очень Сильно Ну Одежда Неудобная Вон У меня Дочь Говорит Ты Посмотри На Западную Европу Уже В раннем Средневековье Мужики Там Натягивают На себя Эти Самые Кольцоны В Ортигон Привязывают Эти Дурацкие Гольфики Все В Каких-то Этих Самых Непонятных Физмах Черт Знает Что Как раз Мы Смотрели В то Время Великолепный Век Кстати Хорошо Поставили Фильм Посмотри Вон Турки Мужики Пристомом Исследе Вот так Жениться Непонятно Как Непонятно На ком Ну а потом Елизавета Кетровна Конечно Поработала Основательно Потому что Я думаю Что она Конечно Была Жестоко Оскорблена Когда Любовь Пятнадцатый В ответ На предложение Брака Со всей Своей Стороны Ответ Восток Французский Каролина Востас Книжемец Получается Вы Тоже Считаете Что Какой Исторический Факт Мог Иметь Мест Конечно Почему Интересно Непонятный Персонаж Исторический Который Так До сих пор Не разгадан Железная Маска Появилась Как раз Именно в тот момент Когда Мог пропасть Молодой Петр И произойти Подмен Ну и тогда Получаешь Что да Действительно Если какие-то Прорубил окно Европу Мы как раз Разговаривали Так может быть Он окно Для Европы В Россию Прорубил Вот тот человек Который приехал Чтобы пустить Сюда Вот это Безобразие И распутство И медленным Медленным Таким Поэтапным Захватом В принципе Забрать Страну С очень богатыми Природными ресурсами А население Страны Определенным образом Оболванив За 100 Тут же люди думают Не истерим С третьим За первое С третьим Убили культуру За второе Нравственность И вот Получили Страну С рабами Которые работают И производят Ресурсы Для совершенно Другого государства Вот как Вы потом Вполне возможно Вполне возможно Ну сейчас Мы с вами Перед чем Становились Я не помню Кто это Отбрат Что ли Сказал А почему Это Сибирь Должна распоряжаться Только Россия Извините Мне Ну с таким же успехом Можем сказать А почему Калифорния Должна распоряжаться Только Америка Там вообще-то Форт Рос Это когда-то Была русская земля Или та же самая Аляска Но мы же этого Не заявляем А тут А тут надо Здрасте И причем Вот еще По-моему При Александре Третьем Речь шла О том Что если Кто-то Не справляется Со своими Территориями То значит Нужно Отдать их Водоправление Других Нормально? Ну правильно А нефиг вам Сидите здесь 30% Мировых Алмазов 30% Мирового Золота Да? 90% Мировой Платины Одна Пятая Мировых Лугов Одна Пятая Мировой Воды А не жирно Ли вам будет? Русские люди Не много ли вас Здесь? Вас хватит 15 миллионов Открытым Текстом А мы сидим И слушаем Вот Меняется Климат Об этом Климатолог Говорили еще 30 лет тому назад Что он будет Меняться Что в первой Третьей 21 века Будет климат Такой же Как во время Этого самого Оптимума Была цель На 4-5 градусов Выше Чем Обычно А у нас Немножко Повышаются Температуры Увеличивается Урожайность Естественно Сейчас Хоть как Ты тут Не безобразничай А урожай Растут Сами собой Растут Понимаете А в Соединенных Штатах Сончики Появляются Все больше И больше Все больше И больше Территорий Ну правильно Давайте Народу без земли Отдадим земли Без народа И все будет Замечательно Да Отлично Хорошо Сказали С точкой Сону Давайте Немножко Про Питер Поговорим Кстати А почему Все таки Санкт-Петербург Санкт-Петербург Называется Масленинградский Дух Почему Вот Так А вы знаете Даже Безотносительно В свое время Я была Секретарем Комсомольской Организации Нормальной Комсомолкой А в детстве Я даже думала Что Мне так жалко Дедушку Ленина Что я бы Свою жизнь Не дала Только бы он Вернулся Сейчас бы Конечно Я Вот Но Наверное С самим Названием Ленинград Связаны Вот те Огромные Нечеловеческие Потери И тот Дух Который Дал людям Удержать Этот город В блокаде Так долго Ведь это Действительно Это подвиг На все времена Вот Я не поздравляла Своих Знакомых Родственников С 1 мая Потому что Я не знаю Если день Международной Солидарности Трудящихся То каких И что у нас Вообще Сейчас строится Что касается Дня Победы Для меня Это Великий Праздник Потому что У нас Действительно В стране Практически Почти нет Семьи Где бы Кто-нибудь Да не погиб И Вот Это Вот Наверное Самым Главным Оказалось В истории Данного Города Да Не наводнение Не его строительство Там на костях И так далее И тому подобное А именно Вот это Вот Вот Так он же Голидация Это Огромная Сила Ведь Предупреждали же Адольфа Шельгрубера О том Что Русские Это Нордическая Кровь И они будут Биться за свою Землю До последней Капли крови Вообще Парадокс Конечно Он сам Всегда Отстал Нордическую Рассу И пошел Воевать Против Нордической Рассы Ну так Я хорошо Под Москвой Тема Вскрылась Ну и Где-то Я читала Мемуары Что Гиммлер Был в шоке И пошли Проверять Тогда все Вот эти лагеря Военнопленных Концлагеря И да Действительно Ну поезд Ушел Все Когда же Методологии Не было Ни ДНК Ни Ничего Неклотического Есть Фильм От 37 Года Когда Немецкая Экспедиция В Тибете Банального С помощью Линеек С помощью Приборов Измеряющих Но Не было Других Методик Что Интересно Давайте Все-таки Немножко Эта тема Интересная Поговорим Может быть Немножко Некой Мистичности Петербурга Ленинграда Очень Опять же Много Вопросов Изывают Постоянные Вот эти Разговоры Вокруг Исаакиевского Собора Вокруг Александрийской Колонны Вопросы Связаны Опять же С Непонятными Технологическими Процессами Как В принципе Могли Создать Такие Грандиозные Вообще Я реально Сам Первый раз В Петербурге Дадима Тоже Это первая Поездка Для меня Видимо Немножко Представление Александрийской Колонны Было Скажем так Раз в пять меньше И вот Когда Подошли С Андреем И посмотрели Первый вопрос Как Стоишь И говоришь Как Как Вот это Вот Сооружение Даже Бог с ним Как нибудь И не вырубили Может быть Этот каменный блок Весом Который Там Еще Дораз Должен Больше Каким-то Фантастическим Образом Я не знаю Его притащили Но Его же Надо Обрабатывать Его же Нужно Постепенно Поворачивать Чтобы Как 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 вы считаете Все-таки Это Некая Мастеровитость И умение Того народа Который Вот Существовал Буквально Недавно И технологии Может быть Которые мы забыли Или это Свидетельство Каких-то Более Ну Скромно Хотя Тут Должна Быть Какая-то Докатательная База Я Все-таки Не Фантаст А Любой Исследователь Он Держится В общем-то Факта Вот Ну Если Говорят О том Что На Польском Полуострове Там Есть Вообще В Глубине Вот В этих Каменных Лабиринтов Такие Коридоры Которые Вообще Шлифованы Непонятно Как Если Говорят О том Что Использовались Чуть ли не Лазерные Технологии Для того Чтобы Это Сделать Потому Что Иначе Никак Не Пригнать Эти В общем-то Блоки Один К другому Вот С такой Точностью То У вас Нет Такого Ощущения Что Мы Живем Параллельными Цивилизациями Что Есть Какой-то Круг Людей Которые В общем-то Несут Определенные Знания Определенную Информацию Но Этой Информацией С Другими Не Делится Что Есть Некая Закрытая Общность Которая Ну Как вам Сказать Направляет В чем-то Развитие Где-то Опережает Но Вход Туда Закрыт Вот Здесь Сложно Говорить О чем-то Не Хочется Быть Смешной Не Хочется Быть Голословной Наверное С этим Вопросом Нужно Обращаться Все-таки К технически Более Грамотным Людям Я Гуманитарий Ну Тогда Наверное Нужно Вопрос По-другому Задать Понятно Что Чтобы Ответить На эти Вопросы Нужно Обращаться К документам Вообще Есть Где-то Не Те Какие-то Непонятные Зарисовки Сторонних Художников Как ставили Эксенбельскую Колонну Какие-то Гравюры Непонятные Рассказы А конкретно Документы Потому что Это Сложная Инженерная Конструкция Которую Нужно было Сделать Ее нужно было Рассчитать Соответственно Нужны были Расчеты Банальные Вообще Есть Где Вот эти Документы Можно Видить Вы Знаете Я Все-таки Прохорцеву Моему Коллеге Он Такой Специфический Товарищ Считает Себя Арийцем Ну Это Не Совсем Так Не Сказать Что Совсем Не Так Но Тем Не Менее Он Занимается Теми Проблемами И Может Он Ответит На Этот Вопрос Потому Тоже Не Совсем Понятно Подъезжаем К Исаакиевскому Собору Архитектура Санкт-Петербурга Она Становится Понятна Когда Наверное Несколько Раз Преедешь Очень Красиво Но Исаакий Он Не Просто Не Вписывается Он Чужеродно Выглядит На Фоне Питерской Архитектуры Такое Общение Что Это Объект Из Другой Культуры Он Серый Слишком Огромный Более Монументальный Вот На Фоне Такого Редколесия Здания Он Невысокий Все-таки Санкт-Петербург Старая Часть Города Все-таки Пятиэтажки Четырехэтажки Скажите Мне Пожалуйста Вы Вообще Общались Когда-нибудь С Голубевым С Сергеем Голубевым Да Мы Буквально На конференции Пересеклись На пять Минут Еще Не успели Вот Сейчас Перем Раз Общайтесь С ним На Эту Тему Понимается Потому что Это Все-таки Ну Не берусь Я судить В общем-то Об этих вещах Моралист Вологодский Который В свое время Работал Горняком На Шпицбергене У него Дома Стоял Кусок Угля В котором Был Вот Такой Металлический Гвоздь Спрашивается Либо Каменноугольный Период Был Совсем Недавно Да И мы Не совсем Правильно Представляем Себе Деологию Да Либо Вообще Непонятно Как Это Все Я вам Покажу Сейчас одну Книжечку Вы Найдите И Почитайте Книга Получилась Очень Красивой На мой Вгляд Гораздо Полиграфически Более Выдержанно Чем Первое Издание Мне Очень Приятно Что Там Использованы Были Работы Моей Дочери Художника Анны Виноградовой Она Занимается В основном Проблематикой Нашей Ахраической Культуры И Народным Костюмом Здесь Присутствуют Даже Ескизы К балетам Которые Были В свое Время Сделаны По Календарным Праздникам Мне Конечно Очень приятно Что Меня Здесь Сделали Профессором Хотя Я Таковым Не Я Я Я А во Всем Остальном Да Я Действительно Член Русского Географического Общества Член Международного Клуба Ученых И Как Исследователю Мне Радостно Что Есть У людей Интерес Вот К этой Проблематике Так что Я думаю Что Все это Очень Своевременно Надеюсь Что В ближайшее Время В этом Народной 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 Культуры И Примерное Название Будет Белая Индия Или Второй Вариант В поисках Утраченных Истин Светлана Васильевна А Вы Можете Сказать В чем Уникальность Вот Этого Издания Вот Как Выделить Такие Основные Моменты Которые Были В этой книге Показаны В отличие От прошлой Книги То есть Вы же Книгу Переделывали Немножко Чем Вы Усилили Какими Фактами Да Вот Это Если Можно И потом Переходим Конференции Как раз Можно Будет Сказать О Белой Индии Дорогами Али И так Мы Замкнем Единую Связь Ну Что Надо Сказать Что В этой Книге Материал Расширен И В принципе Он Подан Более Логично Там Очень Хорошая Разбивка Выделено Именно То Что Должно Быть Выделено Чего В общем В первой Книге Не было Я считаю Что Издание Удалось Если В начале 20 Века 20 Века 1910 Годах Священник Гранделевский В Куростровской Церкви Не нашел Предания О том Как пришли Два брата В незапамятные Времена Одного Звали Кур Другого Звали Наль Вот туда Вот в район Холмогор И там Ужасно Понравилось Там много Дичи Много Рыбы Огромные Леса И так Им Вылюбилась Это место Что они Там Остались И стали Родоначальником Огромного Народа Который Назвали Чудью Белоглазой Ну обычно У нас говорят Вот Чудь Это финно-угорское Премя Вообще Все Классические Финно-угорские Это Ханты Манси Морийцы Мортовцы Удмурты Удмурты Коми Венгры Эсты Финны Да И чем западнее Тем Эти монголоидные черты Все более и более смываются Потому что Простите меня У финнов И у эстов Там Немецкая кровь Датская кровь Шведская кровь Славянская кровь Еще примешана Да Венгры находятся В центральной Европе Но ведь Классические Финно-угры Это Ханты Манси Морийцы Мордовцы Мордовцы И у всех у них Характерные Вот эти вот Монголоидные черты Они никак не белоглазые Они черноглазые Смуглые Не высокорослые А чуть описываются Как могучие Светловолосые Светлоглазые Настолько светлоглазые Что их называют Белоглазыми Ну И получается Что они действительно Были странными Какими-то существами Они могли общаться Телепатически Как в легенде говорится То есть Не разговаривая Общаться С одного острова На другой Что они Были вообще-то Достаточно воинственные Что не позволяли Никому Садиться себе На шею Грубо говоря И так далее И так далее И тому подобное И священник Задает вопрос А что ж такое Произошло Почему Архангелогородские Крестьяне Сейчас очень многие Такие черненькие Маленькие И В общем-то Чуть-то Это не похожее Ну Наверное Посмотрим Давайте Во времена Петра Великого Который Строил Вот этот Замечательный Город На гостях Архангельских Вологодских Костромских Новгородских Мужиков Когда На 60 На 50 Процентов Населенные Пункты Там Деревни Поселки Обезлюдили Потому что Люди уходили В сибирские Города Они шли через Средний Урал Со своим Скарбом Со своим Скотом Оставляя свои Дома Оставляя свои Пашни Потому что Это было Невозможно Когда каждая Деревня Должна была Представить Кузнеца Для того Чтобы он Работал И каменщика И платили Такие налоги Которые Дикими Были Если Доход На двор Был Всего там Полтора Два Рубля А он Должен был Платить Налог В рубль Так на что Он бы Жил Этот крестьянин Ну и Все нормально Миграция Происходила Очень Очень Просто На смену Ушедшим Из-за Урала Пришли Другие На нормальные Дома На нормальную Пашню Да и плюс Еще На льготные Условия Потому что Петровскую армию Фенаугров не брали По двум Простым Причинам У классических Фенаугров Отсутствует Тот фермент Который Съепляет Спирты Это во-первых А во-вторых Они невысокорослые И так далее И тому подобное Все Можно жить В себе Спокойно Вот вам Пожалуйста Проходит Какая-то Смена Населения Но и Всего Иначе Иначе У нас Ничего Не сохранилось На русском Севере Не всего А там Сохранилась И антропология Классическая Европейская Европеоинная И все Остальное Благодарю Вот такой вопрос Чуть Белоглазая А кто Ее все-таки Называл По отношению К чему Вернее Она являлась Чутью Ну вы знаете Вообще-то Есть Индийский Текст Раннесредневековый Где описываются Народы Которые Живут На земле И вот Говорится О том Что На севере На северо-западе Живут Длинноволосые Люди И кавалачана Ну мы помним Что Арестей Говорил о том Что Здесь есть Такие мужи У которых Которые Гордятся Своими волосами Чудья На санскрите Значит Чуд Оселедец Челка Мальчика В определенном Возраст Фидли И оставляли ему Вот этот Тот самый Оселедец Который Мы знаем У Скандинавов У Наших Князей В частности Святослава Того же самого Вот Мне Муратов Из Вокруг Света Даже фотографию Привез По-моему Церковь Торчала Где На мозаиках Изображены Те самые Варяги Горящие В адском огне За свое Художество Там такие Извините меня Славянские Физиономии Что дальше Уже некуда Ну Тянется Селедцем Чудья Карма Даже Есть Такой Обряд Стрижки Мальчика Чудья Это Чудь Оселедец Я уже Говорила Дискуссия О том Скандинавы Создали Русь Или Наоборот Она Бессмысленна Потому Что Ну Оставил Скандинавский Ледник Люди Откуда Должны Были Туда Придти Откуда Ну Те Естественно С территории Восточной Европы Ставна Все Таки Задам Крымой Вопрос Последний Очень Меня Волнует Как Ответить Так Ответить Можете Отвечать Вот Лично Ваше Мнение Как Жители Ленинграда Санкт-Петербурга Все Таки Это Город Петра С 1700 Годов Или Были Здесь Какие-то До Петра Руины И мы Не говорим Ни о Нейншанце Ни о Крепостях Которые Сибири А именно Вот О Более Древнем Городе Который Возможно Был Затоплен Когда-то Заболочен Там Зарос Лесом Память О нем Была Петр Пришел Ну Что С точки Зрения Порта С точки Зрения Суда Верхи Ну Абсолютно Неудобное Место И Мелкое И Вода Пресная То есть Корабли Здесь Вытаскивать До Кронштадта Неудобно Они Гниют Быстрее То есть Город Верх Вообще Ни о чем Ну Ладно Я отвечу Я думаю Что Это В общем То Место Достаточно Сакральное Что Коль Скоро Здесь Находят В Ладоге Вот Такие Вот Вещи Которые Делались На поверхности А потом Опустились На такую Глубину Поскольку Поскольку Здесь Действительно Нестабильная Вот эта Вот Геологическая Обстановка Поскольку Поскольку Здесь Было То море То озеро То высыхало То наоборот Сюда Из северного Моря Пробивались Воды И родилось Собственно Балтийское море Оно ведь Молодое По сути То своей Вполне Возможно Что Здесь Действительно Существовал Некий Центр О котором Тот человек Которого Мы называем Петром Первым Знал Знать он мог Это Потому что Если он Имел Дело С библиотекой Ватикана Или С еще С чем-то С сундуком Леонарда Тавильевич Скажем так На ваш взгляд Почему В Петербурге Так много Вот этой Вот Масонской Символики Откуда Она взялась Очень много Домов Идиота И вот этот Глаз На самой Даже Александрийской Колонии Знаете же Там наверху Да Видно Ну Треугольник Глаз Была конференция И на этой Конференции Мне пришлось Ляпнуть Но это уже Не две камеры Что Для того Чтобы Разрушить Вообще Нормальную Нравственную Основу Существования Человека Нужно было Всего лишь Насти Шестого Вселенского Собора Который Отменил Реинкарнацию Потому что Человек Который Знал Всегда Что он Несет ответственность За свои Проступки И что Не придется Ему Бог знает Сколько ждать Пока Наконец Придет Страшный Суд И его Разделят Там Он будет Вечно Либо в раю Или в аду И это Закончилось В конце Концов Индульгенциями Где можно Купить Вообще Отпущение Греков А что Он Будет Купить А Вообще Продолжение следует... Продолжение следует...